Чествование ветеранов Великой Отечественной войны, дружеников тыла, узников концлагерей продолжается. В который раз во Дворце культуры имени Агаркова духовой оркестр играет тушь. В который раз идут ветераны на празднование самого дорогого и значимого праздника в их жизни – Дня Победы. Вспоминают о прошлом, радуются настоящему, мечтают о будущем. По-разному слагается жизнь нашего солдата. У меня кто-то еще до фронта не заехал, может разбомбили или что. Ну и мне тоже не так много пришлось воевать. Пришлось, попал, ранение в голову страшное. Два месяца всего был на передовой. И 9 месяцев пролежал в госпитале, в Баку. Радостное известие принесли раненым солдатам медицинские сестры. Кто-то запрыгал от счастья, а кто и заплакал. Не все дожили до этого события здоровыми, полными сил. Другие и вовсе потеряли близких. Я была в сиротстве. У меня отца и матери не было. Мать померла 1 мая. Война началась в июне. Отца забрали. Через 3 месяца его убили. Мы остались в сиротстве. Старшая сестра нас воспитывала. На священную войну уходили наши деды, прадеды и отцы. Уходили мальчишки и девчонки 40-х годов. Те, кто по состоянию здоровья и по возрасту не мог воевать, оставались в селах и городах. Ковать победу в тылу. На сенокосе участвовали. Баранили в полях. Все на лошадях тогда было. Все обрабатывалось. Структоров не было в то время. Мало очень было. Вот в основном такая работа. Лен. Мать терябила. Я снопики ставил десятки. Вот такая работа была. Травку ели, клевер, песты, пестовник. Вот такая была штука. Картошка западала в полях. А весной мы ее копали. Лепешки пекли хорошие, крахмальные. Так что на хлеба было плохо. Плохо питались, плохо одевались, жили бедно, но дружно. Кто чем мог, помогали друг другу. Не было зависти, дележки. Все вместе переживали тяжелое военное время. Сегодня ветераны также дружно радуются успехам своих детей и внуков, правнуков. Дочь, внук, у них у всех, у внуков, у дочери, и сына высшее образование. Жизнь другая пошла. А тогда без грамоти все были. Кто в деревнях жил, все. Начальное образование, все. В рукопожатии в дни торжественных церемоний вручения медалей происходят сотни. Почетную миссию, передачу государственной награды участникам войны и труженикам тыла выполняют представители властных структур, социальных и кадровых служб города и ВСМПО, а также представители профсоюзных организаций и предприятий, в которых когда-то работали ветераны. Праздники вручения наград стали не формальными мероприятиями, а душевными и теплыми встречами. Сегодня для них, убеленных сединами ветеранов, нет ничего дороже добрых слов и памятных наград, которые они получают в год 70-летия Победы. Нет ничего дороже мирной жизни, которую они заслужили ценой собственного здоровья, мужества и отваги.